Где всегда, да. Пока. Извините, мне нужно отлучиться. Играйте за меня, а потом сочтёмся. Привет, Пина. Извини, что заставил тебя ждать. Какая ты сегодня красивая. Была в парикмахерской? Пина, скажи правду. Ты это делаешь, чтобы возбудить во мне ревность? Или потому что знаешь, что я обожаю красные деревья? Пина, мне очень одиноко. Пина, мне одиноко. Очень одиноко. Очень. Молван, заткнись. Мы находимся в Монте-Карло на авторале. Здесь Клера Гацони, Фаттипальди, Никки Лауда, который сейчас вырывается вперёд. Мы проходим по трибуны и приветствуем принца Раньери. Он очень постарел. Эльза Мартинелли тоже здесь. Все очень постарели. Впереди по-прежнему Никки Лауда и Делон очень постарел. Мы находимся по-прежнему Никку Лауда. Один взрослый и один детский. Извините. Можно? Извините. Спасибо. Можно, вы позволите? Спасибо. Здесь свободно? Извините. Что сегодня показывают? А, опять про море? Упаются. Опять море. Я не сплю, не сплю. Я не сплю. Я не сплю, не сплю. К сожалению, это оказался сундук моей жены. Набитой всякой ерундой, которую эта дура повсюду за собой таскает. Дорогущие платья, комбинации, прозрачные трусы, парики, кремы, духи, дезодоранты. Опять проклятое платье. И, наконец, то, что наполнило меня радостью, мой старый ненавистный смокинг, память о былых временах. Бруклин, незабываемый вкус. Побрившись депилятором мерзавки и постригшись щипчиками ды ногтей, я вновь обрел облик, но не походку цивилизованного человека. Мои любимые ботинки превратились в капканы. Мои любимые ботинки. Мои любимые ботинки. Да здесь никого и нет. Добрый вечер. Увидимся. Привет, Джан Карло. Я тебе позвоню. Да, увидимся у Нори, хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok Я чувствую, что у меня за спиной стоит кто-то, кому не нравится то, что я рисую. А мне на это наплевать, дорогой мой. Я обожаю, обожаю этот пейзаж. Какое чудо, как легко дышится. А вам нравится этот? КОНЕЦ 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 У вас никогда не было галлюцинаций? Нет? А у меня да. КОНЕЦ Ты сам тоже боишься? КОНЕЦ 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 Пирог, пирога, пирога. На этот раз я уплыву навсегда. На этот раз я уплыву навсегда. Нет, что ты делаешь? Поганец. Что ты делаешь? Не хочешь меня выпускать с острова? Вылезай, гад. Выходит, ты? Ты? Пятница. А я Робинзон. Подожди, не бойся. Куда ты? Иди сюда. Иди сюда, черт бы тебя побрал. Нет, это я не тебе. Подожди. 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 Все равно, я тебя понимаю. Пожалуйста, сеньорина, наступи на капкан. Только попадись мне. Помогите. Пожалуйста. Возьми эту веревку. Отвяжи эту и возьми ту. Давай же. Ай-ка-зак... А-а-а. 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 Как больно. Ну надо же. Ударился. Головой ударился. Руку ушиб. Как больно. Больно. Рука. Больно. Как больно. Спасибо. Спасибо, дорогая. Не понимаешь, что я говорю? А я начинаю понимать, как все было на самом деле 200 лет назад. У Робинзона с пятницей. Ты живой свидетельство того, что их отношения развивались не так, как написано в книге. В моих краях много таких девушек, как ты. Нет. Они не такие привлекательные. Они приезжают к нам и идут в прислуги. Многие из них делают по дому все. Ты поняла, что значит все? Красивая черная ляжечка. Я тебя съем. Зачем тебе это? Хочешь поехать? Ягунини, бро. Странное поведение дикарки чуть не лишило меня дара вещи. Пятница. Пятница. Пятница, где ты? Иди сюда, я тебе ничего не сделаю. Пятница. Кутовка, я тебя видел. Сейчас твой Робинзон придет и нашлепает тебя по попке. Ну, иди сюда, я тебя... Я случайно до вас дотронулся. Я никогда не имел дела с такими большими орангутангами. Нет, нет. Помогите! Хорошо, я выйду, но ты уверена, что больше не будет никаких недоразумений? Макуй я, Макуй я. Баки! Бакуй! Спасибо. Фиори. Цветок. Фиори. Цветок? Цветок Ануба. 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 Это одно и то же. Молна. 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 Хочешь? Абака. Абако. Абако. Абака. Абака. Хорошо. Я Робби, ты пятница. Нет, я Робби, ты пятница. Нет, я Робби, ты пятница. Я Робби, а ты пятница. Ух, я Робби, а ты Пятница У меня гениальная идея Я Пятница, ты Робби Я Пятница, ты Робби Правильно, молодец Правильно Ходить, ходить Ходить Подожди Это дышать Я дышать Я дышать Я дышать Ходить И дышать Дышать Любить Любить Да, да, давай здесь Давай, ляжем тут Я что-нибудь постелю Любить Любить Нет, ты куда? Я любить Я ходить Я дышать Любить Ходить Любить Любить Дышать Ходить Дышать 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 Бег Пятница. Да. Вода. Вода. Спасибо. Пожалуйста, Руби. Браво. Молодец. Поздравляю. Очень хорошо. В общем, теперь ты меня отлично понимаешь, да? Да. Я все понимаю. То есть мы с тобой друзья? Мы друзья? Друзья. Я твоя подруга? Ты моя подруга? Нет. Неправильно. Я не твоя подруга. Я совсем не твоя подруга. Я твой друг. Я... Волосатый мужчина, а ты? Ты женщина. 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 Отлично. Итак, мужчина и... Женщина. Женщина. Они застряли на этом острове. А этот мужчина полтора года... Он жил в воздержании. Они одни. Что они делают? Что они делают? Делают. Мужчина-женщина? Как и вместе. Ну и привычки у вас. Скакать вместе. Охотятся. Они идут на охоту. Отлично. После охоты они идут домой. И мужчина... Полтора года воздержания. И женщина. Что делают? Мужчина-женщина? Манчаре? Есть. Мужчина-женщина. Едят. Хорошо. Похотились. Нажрались. Пришли домой. И что делают? Что они делают? Ну же. Ну? Делают. Полтора года воздержания. Делают. Что делают? Динь-динь. Динь-динь? А что это значит? Динь-динь. То есть? Динь-динь. Динь-динь. Мы сделаем это немедленно. Нет. Пятница и руби. Никакого динь-динь. Как это не динь-динь? Ты иди, я объясняю. Ты иди, иди. Нет, лучше здесь. Куда мы идем? Он не хотеть. Кто он? Великий бог Магду. Боже, Магда. Он похож на мою жену. Он очень строгий. Он говорит, что девственница может лечь с мужчиной только после двух лун на этом острове. Вот почему я сломала пирогу. Чтобы и ты вынужден остаться. Я понял. Но раз так, почему бы не лечь прямо сейчас? Потому что великий бог Магду, если я пробовать сделать тинь-тинь раньше двух лун, может рассердиться. Дорогая моя пятница, как такое может быть после культурной революции, событий мая 68-го, еврокоммунизма, исторического компромисса, и прежде всего феминизма, появляется некто и говорит мне, картезианцу, нет, ты не должен делать динь-динь. Бог Магду, стать злым, ему перечить нельзя. Как его зовут? Магду. Он сардинец? Магду! Ты говнюк! Он плевать на твою рожу, на твою рогань. Он сердится только, если обижать остров, и если ты трогать меня раньше времени. И всё. Пятница, иногда ты меня просто умиляешь. Ветерок паду. Это не ветерок, это он сердится. Да чего же ты упряма? Ну ладно, я тебе докажу, что это просто суеверие. Докажу, смотри. На помощь! На помощь! Магду! 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 Куда кем, Магду? Девчина Индара! Девчина Индара! Магду! Магду! Робби! 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 Боже! Боже, Магду! Не бойся! Это ты! Хочу пить! Выброси его! Уже третий год, я пытаюсь его открыть. Стервец не открывается! Отвенчивается. Пить! Пить! Пить хорошо. Так он механический. Хорошо. Хорошо. Иди, Робби! Идем! Допивать не будем? Не минуты покоя! Что с тобой? Ничего. Почему ты грустный? Смотри, здесь хорошо. Да, хорошо. Солнце. Но дело в том, что, судя по моим отметкам на шесте, у меня на родине сейчас Рождество. Рождество? Что это такое? Рождество это... День рождения. Одним словом, праздник в Союзе Коммерсантов. В этот день все делают друг другу подарки. Подарки? Не знаю, как объяснить. Понимаешь, подарки... Это обмен ненужными вещами. Однажды я получил 72 совершенно одинаковые записные книжки. Потом мне зачем-то подарили тяжеленный мраморный шар. Единственный хороший рождественский подарок – это кулич. Да, кулич. Как бы я его сейчас съел? Он такой вкусный. Это мой подарок. Море слышно. Море слышно. Море слышно. Я уже третий год слышу море. Как будто я пинок под зад получил. Телевизор хочу, понятно? Хочу телевизор. Я могу сделать телевизор? Дамы и господа, добрый вечер. Мы находимся в Кастракаро на фестивале народной песни. Хорошо. Люблю народные песни. Робинсон, передача окончена. Вы должны называть меня сеньор Робинсон, понятно? Робби. Обед готов. Рыба. От одного этого слова тошнит. Сегодня не рыба. Сегодня на гимбао. На гимбао. Ты добыла утку. На высоте 400 метров. И как ты подбила это на гимбао? Легко. Но как? Твоим оружием. Что? Не трогай. Это смертоносное оружие. Чудовищное. Это легко, смотри. Видишь, легко. Легко. Чудовищное оружие. Чудовищное оружие. У меня бывают небольшие проблемы. Когда оно возвращается? Ты не умеешь охотиться. Ты не умеешь ловить рыбу. Ни черта не умеешь. Я высоко цивилизованный человек. И если хочу рыбу, беру это, уношу рыбу и ем ее. Ясно? Это приманка для рыбы? Понятно. Тебе все надо объяснять. У меня на родине каждый умеет делать что-то одно. Я, например, умею делать это одежду, платье. Я делаю эти шмотки. А еще есть человек, который умеет делать макумбо. И что я делаю? У меня есть приманка. Но я не держу ее дома. Я осторожный. Я иду и кладу приманку в дом, который находится очень далеко. И называется банк. Итак, я хочу макумбо. Отлично. Я выхожу из дома, иду в банк, беру приманку, иду в человеку, у которого макумбо. Даю ему приманку, а он дает мне макумбо. А что он делает с приманкой? Он что хочет? Берет приманку и, естественно, кладет ее в далекий дом под названием банк. Ему нужна одежда. Он выходит из дома, идет в банк, берет приманку, несет ее ко мне, отдает, а я даю ему одежду. Потом я беру приманку и несу ее в далекий дом под названием банк. Извини. Но мне лучше ли сделать так? Приманка не нужна. Я иногда тебя не понимаю. Приманка не понимает. Это сделал ты? Да, мы это шьем на фабрике. Красивый, да? Надеть, примерить. Примерить? Да это женское. Как я могу надеть вечернее платье с декольте? В твоей стране женщины не голые? Увы. В моей стране женщины наряжены, накрашены. Смотри, какое сундучище со шмотками. Показать тебе, как одеваются женщины у меня на родине? Да. Хорошо. Итак, смотри. Надень это, потом возьми это. Надеюсь, тебе подойдет. Надеюсь. Так хорошо. Что ты сделала? Это не на голову надевается, это трусы. Надеть тебе. Давай. Как? Смотри. Я тебе покажу. Дай ногу. Ногу суешь. Суешь сюда, в эту дырку. Так, молодец. Потом тянем вверх. Так. Натягиваем. Мне больно? Нет, не больно. Подожди, потяни как следует. Жмот. Ничего, потом привыкнешь. Ничего. Итак. Это трусы, а это? Извини, но когда я писать, я все намочить. Когда писают, их снимают. Тогда зачем надевать? Как зачем? Это культура. Так принято. Теперь наденем пояс для чулок. Надо застегнуть крючки. Вот так. Больно. Ничего не поделаешь. Вот так. Больно. А это... Сними это. Подними. Вот. Вот. Вот так надевается бюстгальтер. Тебе не нравится моя грудь? Твоя грудь не очень нравится. Тогда зачем прикрывать? Я ее не прикрыл. Это бюстгальтер. Он поддерживает грудь. Поддерживает, понимаешь? Мне это не надо. Да, тебе это не надо, но кое-кому... Есть еще вот что. Чулки. Сетчатые. В твоей стране женщины ловят этим рыбу? Они много чего ловят. Да. Так, давай ногу. Чулки нужны только для этого? Иногда они и от холода защищают. Что-то плохо натягивается. Это воин твоего племени? Да ты что? Это моя жена. Что такое жена? Жена? Это вещь. Это то, это та. Это с кем я делаю дзинь-дзинь. Ты делаешь дзинь-дзинь с воином? Нет. Да. 21 год я делал дзинь-дзинь с воином. Я кое-что не понимать, Руби. Что? Почему тебе так нравится одетая женщина? Потому что мне нравится раздевать ее. Я бы очень хотел сделать это и с тобой. Я тебе этого никогда не говорил. Но я тебя люблю. Кто это? Боже. Магду. Магду. Извините, нет. Это была игра, сеньор Магду. Виновата сеньорина. Она до меня дотронулась. Извините, сеньор. Хорошо. Хорошо, спокойной ночи. Я ложусь спать. Ложусь спать, как всегда. Один. Как всегда. Один. Магду! Магду! Не Магду. Я пятница. Ты что? Я чуть не умер. Что это за шутки? Это не шутки. Я поняла, тебе нравятся белые одетые женщины. Я теперь белая и одетая. Тебе не нравится? Иди посмотри на себя. Посмотри, пожалуйста. Эти вещи не для тебя. Подойди к зеркалу. Будь добрать. Чёрт, подери. Ну, посмотри на себя. Вся в муке, похожа на пекаря болгарина. Я это сделала для тебя. Ты никогда не бываешь доволен. Никогда не бываю доволен? Ты меня чуть до смерти не испугала. У меня левую сторону почти парализовала. Пятница. 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 Иди сюда. Иди. Иди сюда. Пятница. Что на тебя нашло? Обиделась на меня. Послушай, Пятница, у тебя жуткий характер. Я пошутил. Ты и в таком виде хорошенькая. Ты красавица, поверь мне. Правда красавица. Видишь, я тебя потрогал, а наш Макду даже не рассердился. Геома, Макду не рассердился, потому что взошла вторая луна. Вторая луна. Взошла вторая луна. Луна. Да, действительно. Значит, к чёрту всё. Я тебе объясню. Значит, мы с тобой можем, я и ты, можем делать дзинь-дзинь. Да. У вас это так делают? Да. Только так? Так. Потому что у нас, ну, в общем, у нас по-другому. Как? Носом мы так никогда не делаем. Никогда. Да. У нас женщина, которая хочет делать цинь-цинь. Ты, надеюсь, хочешь делать цинь-цинь? Да. У нас женщина, показать тебе? Да. Так вот, у нас женщина ложится вот так, расслабившись. А мужчина? Мужчина? Мужчина. Внимание, ведь мужчина зверь. Он растопыривается, как кондор, а потом падает, как молот, и изо всех сил начинает. Так? Нет, не помню. Давно не тренировался. Столько времени прошло. А может, это из-за того, что я так испугался, когда первый раз хотел сделать с тобой цинь-цинь, а ты со словами Мунгунин, Броа ударила меня по голове. Да, кстати, перед тем, как меня ударить, ты мне или корню сказала Мугун? Мугунини. Мугунини. Мы всегда извиняться перед тем, как проломить кому-нибудь голову. Например, Мугунини, Броа, значит, извини корень за то, что я заставляю тебя делать больно. А передо мной ты не могла извиниться? Мугунини, Руби. Что ты делаешь? А-а-а! Кто это? Как вы смеетесь? Вы мне нос оторвёте. Вы мне нос оторвёте. Что он говорит? Говорит, что он тебе сейчас покажет. Прекрасно. А что он сейчас делает? Отбирает камни. А, отбирает камни. Нет, тот маленький был бы в самый раз. Он берёт другой. Нет, сеньор, тот был лучше. Тот. Этот здоровый. Могунини, был бы. Он сказал, могунини. Извините. Вы не могли бы мне сказать, куда вы меня везёте? Пожалуйста. На остров моего племени. Великий вождь должен вынести решение. Женщина с двумя мужчинами нехорошо. Не стоит придираться к мелочам. Вы ведь не цивилизованные, честно говоря. Почему бы вам не делать, как мы? У нас практикуется любовь втроём. Что? Любовь втроём. У нас так часто бывает. Пара состоит не из двух человек, а из трёх. Например, ты живёшь не только со мной, но и с ним. Могунини, Бобо. Уберите руки. Могуни, Бобо. Могуни, Бобо. Могуни, Бобо. Могуни, Бобо. Могуни, Бобо. Извините, что сказал этот старик? Вождь очень мудрый. Он говорит, чтобы получить меня, ты должен сразиться с Мандино. С этим зверем? Нет, я принял решение. Эта девушка, которую я хорошо знаю, должна стать женой этого молодого человека. Они будут жить в согласии, будут счастливы. А я сяду в пирогу. Руби. Возвращаюсь в Италию. Я так решил. Возвращаюсь в Италию. Что это? Они ослушались вождя. Прекрасно. Когда начнем? Мне не терпится. Давайте быстрее. Я забуду. Паритическое состязание. То есть? Каждый из вас должен сочинить стихотворение. Паритическое состязание. Что он сказал? Когда встает солнце, начинается жара. Теперь ты. Я? Да. Прекрой. Минутку. Вот. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Переведи. Теперь горит. Теперь горячий камень. Победит тот, кто пронесет в руке раскаленный камень, не вскрикнув. Сможешь? Нет. Победит. КОНЕЦ 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 Абуман! Это что, игра без границ? Это что, игра без границ? Испытание голодом. Голодом? Да я уже неделю ничего не ел. Победит тот, кто больше продержится без еды. По-моему, это не совсем законно. Противоречит женевским конвенциям. Противоречит женевский 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 конвенциям. Продолжение следует... Кто-нибудь? Кто-нибудь может за меня заступиться? Официант, по-моему, пересолено. Я считаю, надо позвонить. Где пожарные? В чем дело? Должен заявить, что я еще не доварен. Я еще не готов. Поехали! 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 Пятница. Пятница. Ты рад? О чем ты говоришь? Меня чуть не свалили в кастрюле. Это была очистительная ванна перед нашей свадьбой. Свадьбой? Да. Вождь решил. Я твоя жена. Я же проиграл все состязания. Вот именно. Мандина сильный воин. Ему не нужна женщина. Ты слабый. Тебе нужна женщина, чтобы о тебе заботилась. Теперь Робби и Пятница вместе навеки. Навеки вместе. Что сказал начальник? Командир. Он хотел, чтобы мы делали динь-динь здесь. Здесь? Да. На глазах у всех? Да? Таков обычай нашего племени. Когда муж и жена хотят быть счастливыми, первый раз. Все должны смотреть и радоваться вместе с ними. Делай счастливой пятницу. Не бойся. Делай счастливой пятницу. Делай счастливой пятницу, Робби. Да, да. Сделаю счастливой пятницу. Вы позволите? Извините. Я хочу динь-динь. Минутку. Минутку. Подождите. Мне надо сосредоточиться. Извините. Сейчас сделаю. Дорогие мои, не могли бы вы на полчасика закрыть глаза? Хорошо. Молчу. Пятница, я должен тебе кое в чем признаться. Мне кажется, из-за того, что вокруг нас столько друзей, у меня ничего не получится. Не переживай, дорогой. Не переживай. Урубие пятницы. Теперь много времени. А не много времени. Через полгода я совершенно освоился с нравами и обычаями этого племени. У меня даже появилась ответственная должность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красота. Здесь ляжем? Да. Ты уверена, что нас никто не увидит? Да, никто не увидит. Правда? Не сон лето. Наконец мы с тобой наедине. Наконец мы с тобой наедине. Абабунка, бонка. Абабунка, бонкар, 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 бонкар. Пятница, ты слышала? Они поймали акулу. Пойдем посмотрим. Нет. Не пойдем. Почему? Как почему? Наконец одни. Руби, мы одни. Дзинь-дзинь, как ты хотел. Никто не смотрит. Так? А ты уверена, что сюда никто не придет? Ты уверена? Пятница уверена. Любимый, любимый, любимый Руби. Любимый, любимый. Кажется, что со мной что-то происходит. Что меня что-то гложет. Извини, Пятница, я уже не контролирую ситуацию. Пятница. Репортаж по радио. Прямой репортаж. Матч. Четки со стадиона Олимпика. Руби. Руби. Перерыв. Лечо ведет со счетом 1-0. Приемник, мой приемник. Кока-кола. Все было в желудке акулы. Невероятно. Кока-кола. Кока-кола. Что это? Итак. Вода. Кока-кола. Кока-кола. Вода. Фосфорная кислота. Растительные экстракты. Кофеин. Натуральные ароматизаторы. Диоксид углерода. Натуральный краситель. Кока-кола. 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 Все, не выпивай. Немножко. Немножко. Не все, не все. Вкусно? Что такое? Нет привычки. Вот это мне повезло. Батарейки садятся. Батарейки. Руби. Ты идешь? Чего тебе? Не видишь, я читаю. Так, посмотрим рубрику светские новости. Кажется, Рен Сарбора влюбился в Джанни Банкомпании. Популярная передача была отменена из-за скандала, поразившего миллионы радиослушателей. Два известных диск-жокея были застигнуты в недвусмысленной позе в гостинице недалеко от Чивитовеки. Разумеется, оба все отрицают. Так же, как и Марианжела Мелата, выступившая с опровержением. Не может быть. Не может быть. Старушка Мина весит уже 120 килограммов. Какие замечательные новости. Как интересно почитать газету. Перевожу. В пятницу с Мандинга посадили меня на пирогу, оборудованную для дальнего плавания. Через несколько часов они доставили меня на остров Робинзона. Но мои мысли были отныне не здесь. Вот наша острова. Да, да, очень красивый. Боже, вот это да. Известная телеведущая Рафаэла Хара, прозванная девушкой Перчиком, неожиданно сбежала на Мальту. Похоже, героем этой новой любовной истории является... Страницы не хватает. Не хватает страницы. Ты представляешь, я никогда не узнаю, с кем сбежала Рафа. Кто бы это мог быть? Антонионе! Нет, Антонелли! Нет, понял, это Андриотти. Теперь делай выбор. Я? Если уж выбирать, я выбираю Андриотти. Роберто! Магду! Роберто! Это же Магда! Робби! Роберто! Роберто! Магда! Магда! Тут есть лодка, Магда! Робби, это я! Магда! Робби! Я здесь! Магда! Дорогой! Магда! Магда, скажи, с кем сбежала Рафаэл Лакара? С Микеланджело Антонионе? С Антонионе, который с Флорентийкой? Или с Антонелли? Скажи мне, умоляю! А правда, что отменяют январские фигурные мотогонки? Дорогой, подожди минуточку! Жди меня там, я сейчас приду! Стой на месте! Подожди, дорогой, я тебе помогу! Подожди меня, Робби! Иди сюда! Магда, как ты меня нашла? Я не теряла надежды, что ты жив! Я не прекращала поиски! И, наконец, прилетел почтовый голубь с известием, что на острове Робинзона живет белый человек! Ты послал мне этого голубя, да, дорогой мой? Почтовый голубь? Да! Подожди минутку! Ты куда, Робби? Робби, не бросай меня! Наконец-то мы встретились! Подожди! Иди сюда! Пятница! Это ты послала голубя? Зачем ты это сделала? Потому что хотела, чтобы ты был счастлив! Пятница! Я мог бы быть счастлив с тобой на твоем острове, а теперь, как ты видишь, за мной пришли, и я должен уехать! Нет, Робби, ты не должен уехать! Ты хочешь уехать! Мугуни на пятницу! Впрочем, может, это к лучшему! Мне лучше жить там, а тебе тут! Мы с тобой слишком разные! Я белый, а ты черная! Нет, Робби, я черная, а ты Крубоа! Что такое Крубоа? Крубоа! Засранец! Робби, иди сюда, быстрее! Кто это такая? Я тебе потом объясню! Мог бы предложить ей поехать с нами! Нам ведь всегда нужны... ... Мог бы! Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 В руководстве для путешественников и миссионеров сказано, что он должен вернуться в ту же точку, откуда был... Я сделал себе смертоносное оружие, чтобы наконец-то добраться до кишевшей вокруг меня дичи. КОНЕЦ 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 ОМА ОМА КОНЕЦ КОНЕЦ Харько, Мари! Что об тебе? Банзай! Хочу есть! Есть много средств, способствующих пищеварению. Но ни одно из них не сравнится с настойкой фернет-бранка. Яичница! Сделаю себе яичницу! Сюда! Что это? Мама! Мама! Минутку! Извините! Простите меня! Подождите! Подождите! Видите? Я все кладу на место! Вот! Видите? Я все положил! Смотрите! Все в полном порядке! Манго! Но когда голод стал воистину нестерпимым, на помощь мне пришла природа, щедро раздающая людям свои вкусные дары. Манго! Знаменитый тропический фрукт, наполненный сладкой и сочной мякотью. Сейчас я тебя съем! Пчелы! Проклятие! Эти унизительные попытки закончились тем, что я все-таки решил проблему, приготовив чудесное блюдо из червячков с моллюсками. Пожалуй, было бы лучше отворить их. И я приступил к решению второй проблемы. Огонь! Применил способ первобытных людей в центральной Амазонии. Тереть две сухие ветки, пока не появятся искры. Вском. Время! Время! Тереть dalam шоку. Мои руки. Третья проблема – дом. Руководствуясь изданиями братьев Фабри, я взял на этот раз пример с природы. А точнее, с гонехвостки, прозванной также птицей геометром. За ее необычное умение строить гнезда. Я прекрасно усвоил ее секреты. Ты, Чинар, вместе с нами. Чинар – единственный аперитив из артишоков. Единственное утешение – погода. На тропических островах она всегда великолепна. КОНЕЦ Жилой квартал. Странные ощущения. Мне казалось, что здесь витает нечто таинственное. Чудилось что-то присутствие. Будто кто-то издали наблюдает за мной. Кто-то много лет назад живший. Много лет назад живший в этой пещере. КОНЕЦ Послушайте, вы ведь мне что-то говорили. Да? Да. Пожалуйста, перестаньте паясничать, а то я вас сейчас запеку в духовке. Кто жил в этой пещере? Шест за рубками, отмечающими время. Он смутно напомнил мне что-то, читанное в детстве. Вот что здесь было написано. Я прожил здесь 27 лет с моим верным пятницей. Оставляю все, что есть у меня в этом мире, бедолаги, которого злая судьба забросит на этот остров после кораблекрушения. Подпись «Робинзон Крузо». После месяца упорного труда, это ужасное место вновь обрело свой прежний облик. Робинзон гордился бы мной. А я собой не очень. Извините, положу его сюда. Следующий раз пастеризованное, ясно? Дни проходили до Одури монотонно. Я готовился выживать на этом острове. Хватит смотреть на меня так скептически. Это капкан, в который наверняка попадется какой-нибудь придурочный зверь. Мое собственное изобретение. Я учился в институте торговли, что вы думаете? Меня не оставляли мысли о побеге. Я мечтал об этом. Я надеялся увидеть проходящее судно. Или построить его, изучая старые книги по мореплаванию. А паркшот. А паркшот. 場 После многих дней и ночей напряжённой работы мне удалось соорудить прочную и очень надёжную лодку. Человеческий гений победил при вратности судьбы! Ясно? Что смотришь? Итальянский флаг, не панамский. Так что всё в порядке. Называю тебя Робинзон Второй. Итальянские братья. Но я не сдавался. Сводку погоды на море сообщает метеорологическая служба управления аэронавтики. На этот раз мы действительно уходим. Вы будете членом экипажа, понятно? А эта сеньорина, как обычно, будет поставлять нам свежее молоко. Субтитры создавал DimaTorzok Идём. Идёмте. Вы будете вперёд смотрящим. Проклятый остров! Нет! Стой! Куда ты? Стой! Акула, нет! Уходи! Убирайся! Не трогай плод! А то я тебя ножом ударю! Нет, нет, я пошутил! Я это просто так сказал! Нет! 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 Мой плод! Вместе с плотом, исчезнувшим в пасти гигантской акулы, я потерял последнюю связь с цивилизованным миром, мой любимый наручный приемник. Теперь я оказался в полном одиночестве. Извини, извини, Мэри, это Чотти со стадиона. Сейчас арбитр Кальтелла. Латсо собирается бить штрафной. Бел кальто диригор. Бел кальто диригор. Мальвен. Бел кальто диригор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...